2014 год начался с надежд и стремлений, а заканчивается, может быть, для части людей или для большинства. Неуверенностью и неопределенностью. Ваша оценка 2014-му, какой он был для республики? В принципе, каждый год друг на друга не похожи. Жизнь течет, все изменяется. С одной стороны, это был нереально сложный год, а с другой стороны, удивительно удачный для республики Морел. Если говорить о статистике, которая цифрами сами показывает успехи, то представьте себе, что рост продукции сельского хозяйства около 15%. Мы сейчас точно не знаем, просто я говорю «около». Почему? Потому что за декабрь мы не знаем статистику, знаем только ноябрьскую. В реальном секторе экономики рост объема промышленного производства более 110%. Цифру не могу сказать, как будет за декабрь, но за ноябрь по итогам 11 месяцев 110,9, почти 111%. Это очень высокие показатели роста промышленности. Потому что мы отрошли от прошлой базы, которая была тоже больше 100%. Республика первое и второе место занимает, поэтому показатели в Поволжье десятку самых динамичных развивающих регионов России ходят. Ведь это тоже наши успехи. Для меня самое главное – это стабильность. На протяжении 2014 года наша республика развивала свое производство и строительство жилого фонда. Люди покупали квартиры, и с числа моих знакомых тоже многие люди уже будут встречать Новый год в новых квартирах. Соответственно, для меня это знак, что я могу в этой республике жить, зарабатывать и заработанное тратить с толком. Ровные дорожки из асфальта и брусчатки, зеленый газон и ухоженные клумбы. Обустраивая территорию ЗПП, руководство завода стремится, чтобы работникам предприятия было удобно и комфортно. Отремонтированные здания завода управления, цехов и складов за изящной упаковкой скрывается современное и даже в своем роде уникальное производство, аналога которому нет в России. Завод полупроводниковых приборов сегодня переживает вторую молодость. Мы планируем через два года завершить на первом этапе реконструкцию и технологическую, и реконструкцию, соответственно, оборудования и помещений и выйти на уровень, не хочу сказать, европейских стран. У нас производство будет единственным в Европе. Начатый в конце 2000-х годов курс на модернизацию производства ЗПП приносит свои плоды. В номенклатуре завода более 700 видов металлокерамических корпусов всех существующих в мире типов. Ежегодно проводится до 20 разработок новых типов корпусов для самых современных изделий отечественной микроэлектроники. На днях была запущена новая линия литья керамической пленки для производства металлокерамических корпусов для интегральных микросхем. По прогнозам, в 2014 году ЗПП планирует получить доходы на сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей, что на 40% больше, чем в году прошлом. Соответственно, оплатить большую сумму налогов во все уровни бюджетов, а также привлечь 210 миллионов рублей инвестиций. Этот станок по клику компьютерной мыши сам сверлит, фрезерует, выполняет токарную обработку деталей. Только в механическом цехе таких установок шесть, и это только первый этап модернизации и перевооружения завода. На развитие производства в основной капитал в этом году уже направлены инвестиции в размере 14 миллионов рублей. В течение 46 лет на заводе выпускают электродвигатели для стиральных машин, холодильного оборудования, вентиляторов. Сейчас предприятие занимается разработкой нового вида продукта – насоса для перекачки охлаждающей жидкости. Заказчик – Министерство обороны. Не только завод-электродвигатель, но и комбинат автофургонов – своего рода градообразующие предприятия. Именно благодаря им растет и развивается поселок Красногорский. На сегодняшний день оба завода обеспечивают рабочими местами почти полторы тысячи жителей поселка Красногорский и близлежащих населенных пунктов. Как показывает практика, такие крупные предприятия – привлекательное место работы для молодежи. Эффективные собственники красногорских предприятий понимают – именно модернизация производства и способность маневрировать в любой экономической ситуации и есть главный рецепт успешного бизнеса. Производство практически полного цикла, и продукция, известная не только по всей России, но и в странах ближнего зарубежья, и даже в Скандинавии. Эти металлические двери стали одним из образцов эффективного ведения бизнеса в новейшей истории Мариэл. Новые линии, которые сейчас проходят завершающие стадии отладки, позволят довести объемы выпускаемой продукции до одной двери в минуту, или 10 тысяч дверей в месяц при работе в одну смену. Только в 2014 году ЗАО «Портал», входящая в компанию «Гардиан», планирует инвестировать в развитие производства около 250 миллионов рублей. Это позволит сделать производство каждого отдельно взятого изделия более рентабельным. По прогнозам, в нынешнем году предприятие отгрузит продукции на сумму более чем 820 миллионов, а налоги, уплаченные в бюджеты всех уровней, составят 169 миллионов рублей. Руководство ЗАО «Портал» осознает, только вкладывая значительные средства в модернизацию, можно выжить в условиях сильной конкуренции. Научно-производственная фирма «Геникс» сейчас это стабильно развивающиеся предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве дезинфицирующих и технических моющих средств. Товары в бытовой химии работают в котором около 200 человек, со среднемесячной заработной платы в 35 тысяч рублей. Только в день в «Гениксе» разливается по 30-35 тонн моющих дезинфицирующих средств. Спрос есть как среди рядовых хозяек, так и среди крупных предприятий. МВД России, ФСБ, ЖД поезда, самолеты и даже нефтепроводы используют марийскую продукцию, выгодные для бюджета республики. С начала года предприятие выплатило во все уровни бюджета в более 80 миллионов рублей в виде налогов. К концу текущего года рост этих показателей составит более 10% за счет запуска в действие нового производственного корпуса, с конвейера в которого будут выпускаться твердые дезинфицирующие средства. Новое оборудование, упаковочную линию, закупили на мясокомбинате в этом году. Аппарат сам нарезает и упаковывает колбасу. Сотрудники лишь контролируют и корректируют процесс. Ежкаролинский мясокомбинат за последние годы сильно преобразился. Только весной завершился третий этап по техническому перевооружению производства. Сейчас на мясокомбинате приступили к реализации нового инвестиционного проекта. Оборудование обновляется на современное, качественное, более производительное. Стоимость проекта – более 160 миллионов рублей. Это все нам даст эффект, я думаю, и повышение производительности, и, соответственно, снижение себестоимости, повышение зарплат, и даст большой налоговый эффект. Ежкаролинский мясокомбинат входит в пятерку крупнейших производителей мясных консервов России. Продукция мясокомбината поставляется в 64 регионы нашей страны. Что очень важно, у предприятия есть собственная сырьевая база. Уже три свинокомплекса работают в Мариел. Продукция получается экологически чистой, чем и славится по всей России. Разработка и производство инновационных вакуумных коммутационных модулей, внутренней и наружной установки. Сложно, но именно так описывается деятельность научно-производственного объединения «Таврида Электрик». В номенклатуре продукции предприятия десятки изделий, и этот список растет. Только в нынешнем году здесь освоили выпуск выключателей напряжения 35 кВ, инвестировав в проект около 46 миллионов рублей, естественно, имея спрос на эту продукцию на мировом рынке. Выпуск новой продукции стартовал здесь в июле, и на днях с ней ознакомился глава Мариел Леонид Маркелов. Впрочем, большая часть его визита была посвящена общению с сотрудниками «Таврида». Вопросы задавались самого разного характера, и по некоторым из них Леонид Маркелов здесь же принимал решения. Например, обещал решить проблему с дорогами в Новотроицке. Предложили главе правительства и идею организовать с помощью веб-камер круглосуточные онлайн-трансляции самых красивых мест Ешкаралы, чтобы во всем мире можно было видеть, что происходит на улицах и площадях города. Маркелов идею поддержал, а также пообещал всестороннюю поддержку в работе такого важного для республики предприятия, отметив, что если бы в Мариел было 200 таких заводов, как «Таврида», экономика региона стала бы самой процветающей в России. Благополучие и уверенность в завтрашнем дне чувствуются на заводе «Сайвер» уже при первом взгляде на прилегающую территорию. Аккуратные газоны, чистые дорожки, ухоженный фасад административного корпуса. А рядом грузовики-тяжеловозы с номерами других регионов России и сопредельных государств. И всякому очевидно, работают здесь хорошо, а продукция пользуется устойчивым спросом. Только за первое полугодие 2014-го здесь отгрузили продукции на полмиллиарда рублей и уплатили почти 50 миллионов налогов во все уровни бюджетов. При этом на достигнутом здесь никогда не останавливаются, понимая, что залог успеха – непрерывное движение вперед. Инвестиционных проектов у нас несколько. Сразу скажу, что все мы делаем за счет собственных средств. То есть мы не привлекаем заемные средства. То есть все они освоены на расширение производственных мощностей, на запуск новых линеек продуктовых. История длиной в 73 года и производство, отвечающее всем современным стандартам. Название «ММЗ» знакомо, пожалуй, каждому жителю Мариэл. Именно это предприятие, эвакуированное в начале Великой Отечественной войны в Йошкар-Алу, стало гордостью промышленности региона. Пережив достаточно сложный период в конце прошлого века, «Марийский машиностроительный завод» сейчас с уверенностью смотрит в будущее. Здесь реализуются инвестиционные программы стоимостью в сотни миллионов рублей. Осваивается выпуск новых, сложнейших видов продукции. А в этом году 415 миллионов, в будущем году 600 миллионов, и в 2015 году чуть больше миллиардов. Будет вложено в инвестиции завода на покупку новой техники. По предварительным оценкам, «Марийский машиностроительный завод» в 2014 году отгрузит продукции на сумму почти в 12 миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Инвестиции вырастут на 55%, а объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, на 16% и составит более полутора миллиардов рублей. Эти цифры говорят об одном. Завод, которым по праву гордится республика, оставил тяжелые времена позади, оправился от проблем и с уверенностью смотрит в будущее. Головной офис российского подразделения американской компании ACI Worldwide скромно спрятался среди самбатхийских многоэтажек. Случайным прохожим невдомек, что в этом ярком здании создается программное обеспечение для крупнейших банков мира. Здесь работают всего 50 человек, средняя зарплата при этом 65 тысяч. Только за первое полугодие 2014-го эта компания уплатила около 8 миллионов рублей налогов во все уровни бюджета. Впрочем, внимание властей региона к создателям программного обеспечения обусловлено не только этим. IT-индустрия – это тот сектор экономики, который переживает в последние десятилетия стабильный рост, при этом задействуя единственный вид ресурсов – интеллектуальный. Вы говорите о бизнесе и экономике, но ведь тоже все не сразу строилось. Вспомним опять события десятилетней давности. Это 2005 год, начало работы агрохолдинга Акашева. То есть ленточки-то ведь не вчера появились. Дорога к ним была достаточно долгой. Понимаете, Акашева – это холдинг, который имеет огромную поддержку за счет средств правительства республики и правительства, скажем, нецельхоза России. Это и субсидированные процентные ставки. Ну, рисковые люди. Но они потянули этот проект. Почему им не помогать? Республика построила крупнейшую центральную часть России, наверное, потому что я не знаю, что там в других регионах делается, за Уралом, да, холдинг по производству мяса птицы. Он уникален тем, что это единственный холдинг в России, который включает в себя инкубатор первой категории. И сейчас мы намерены строить инкубатор второй категории. И планируется построить крупнейший холдинг, наверное, и центральной части его, я так скажу. Потому что, если все, дай бог, служится нормально, то Акаша выйдет на производство, скажем так, на реализацию 10-й, 11-й, 12-й очереди. Это приблизительно еще 5 тысяч рабочих мест и где-то порядка 200 тысяч тонн мяса куриного. Внимание правительства региона к реализации проекта по созданию в Республике птицевойческого комплекса не случайно. Проект не имеет аналогов в России, и со временем агрохолдинг станет одним из крупнейших налогоплательщиков МРИЛ и с выходом на планируемую мощность даст работу 5 тысячам человек. В этот день в рамках реализации шестой очереди проекта Акашево открывает инкубатор, второй из запланированных четырех. Здесь, применяя самые передовые мировые технологии, будут выращивать около 65 миллионов цыплят в год, что на выходе позволит агрохолдингу увеличить производство мяса птицы на 90 тысяч тонн за тот же период времени. Это не последний объект, еще будет много открываться объектов, но это один из объектов, который является началом начала, поскольку отсюда все стартует. Получаем яйцо, инкубируем его, получаем цыпленка, привозим на площадку, выращиваем, и потом уже получаем из него мясо. В Республике реализован проект по созданию репродукторов первого порядка, который полностью закроет собственные потребности агрохолдинга и обеспечит на 15% российскую птицевойческую отрасль племенным материалом. Родительское стадо в 3,4 миллиона голов ежегодно будет приносить почти 160 миллионов яиц. Стоимость инвестиционного проекта в рамках восьмой очереди строительства агрохолдинга 9 миллиардов 800 миллионов рублей. Ожидается, что окупаемость займет около пяти лет. Его реализация была признана стратегически важной для региона, поэтому инициатива инвестора была полностью поддержана и правительством Мариэл и Россельхозбанком, который выступает главным финансовым партнером Акашева, вложив в птицекомплекс республики порядка 25 миллиардов рублей. Репродуктор первого порядка, построенный в Мариэл, можно по праву назвать уникальным для страны предприятием, продукция которого будет продаваться преимущественно за пределами республики. Первая машина с хрупким грузом, яйцами бройлера высокопродуктивной породы КОП-500 отправилась в Московскую область. Бюджет республики получил новый источник налоговых доходов, а жители региона – новые рабочие места. Уже в ближайшем будущем начнется реализация второй очереди этого ключевого проекта. Открытие объектов в рамках восьмой очереди строительства агрохолдинга Акашева началось в январе 2014 года. Тогда в окрестностях Мари-Турека была запущена площадка по выращиванию птицы, рассчитанная на одновременное содержание полутора миллионов цыплят. Буквально через две недели запущен еще один объект. Такая же типовая площадка на 16 птичников открылась в Парангинском районе. Она стала четвертой по счету в этом муниципальном образовании. Таким образом район получил более 300 новых рабочих мест. Тем временем в окрестностях Куженера уже завершались пусконаладочные работы на новом мясоперерабатывающем заводе, потенциальная мощность которого – до 12 тысяч голов птицы в час. Здесь было создано сразу 800 новых рабочих мест, а используемые современные технологии нацелены на производство более качественной продукции. Завод в Куженере был открыт 1 апреля. На официальной церемонии присутствовали и главные партнеры агрохолдинга, в частности руководство Россельхозбанка, который на тот момент вложил в строительство птицекомплекса в Мариел уже более 21 миллиарда рублей. Мы, по сути дела, профинансировали один из самых мощных птицекомплексов Российской Федерации. Дальше будем вести подобную же работу, финансировать крупные проекты инвестиционные, которые представлены в области. Ну и, как я уже сказал, данный проект тоже будет находиться постоянно в нашем круге видений. Открытие объектов агрохолдинга продолжалось в течение всего года. Иштымбал в Куженерском районе, Кузнецы в Новоториальском, Катименер в Парангинском районе. Вот лишь часть площадок по выращиванию птицы, запущенных в 2014 году. Таким образом, современное сельхозпроизводство при поддержке правительства республики развивается практически в каждом районе Мариел. Создаются новые рабочие места, а бюджеты муниципальных образований получают дополнительные источники доходов. Огромные средства, миллиарды, направлены в этом году на ремонт, восстановление и строительство новых дорог. Мы это ощутили. На берегу реки и Какшане сегодня строительство идет моста, который мы планируем через Какшар в районе Ленинского проспекта построить в 2015 году. Это проект очень важный для республики, стратегически важный. Но стоимость его более 400 миллионов рублей. Вы представляете, насколько служит республике найти такие деньги для того, чтобы решать свои внутренние задачи. Для меня, как для руководителя строительного организации, это в первую очередь рост развития строительной отрасли в республике. На мой взгляд, нигде так ярко не проявляется работа правительства Мариел и лично главы региона, как преображение города Ишкар-Олы. Строительство – это та сфера, где сходятся самые разные производства, стройматериалы, добыча ископаемых, металла, деревообработка и многое другое. Там, где идет стройка, работают тысячи людей. А стройка в этом году шла полным ходом. Надеюсь, все это продолжится и в следующем году, и мы, как минимум, не сократим объем, а увидим чему. Архитектурный ансамбль, ограниченный с одной стороны улицей Ишкинина и набережной, как шаги, с другой, постепенно обретает свои черты. Архитектурные тенденции, воплощенные в зданиях вдоль Воскресенского проспекта, повторяются и здесь, если судить по уже введенному в строй бизнес-инкубатору. Рядом с ним возводится следующее здание для учреждений архивной службы. На сегодняшний день в Госархиве Республики хранится почти 700 тысяч единиц документов, кинопленок, аудиозаписей. Естественно, эта цифра ежегодно растет. Кроме того, некоторые учреждения архивной службы не имеют собственных помещений. Эту проблему должно решить строящееся современное здание, где будут размещены рабочие кабинеты, специальные помещения для работы и ознакомления с архивными документами, а также выставочные и конференц-залы. Спрятанное за огромным Благовещенским собором ежкаролинское ласточкиное гнездо пока не знакомо большинству горожан, кроме тех, кто часто гуляет по набережной. Однако стоит ожидать, что и для жителей столицы Мариел, и для гостей города это место станет одной из самых популярных достопримечательностей. Гостиница, которая разместится здесь, будет ориентирована в первую очередь на тех, кто приезжает в Мариел в качестве туриста. Небольшая по размерам и расположенная в центре города, она отлично подойдет для тех, кто приезжает с детьми. На первом этаже здания будут номера как раз для семейного отдыха, с кухнями и гостинами. На втором более дорогие апартаменты, а самый эксклюзивный номер разместится в центральной башне, которая и является главным элементом, определяющим сходство с крымским ласточкиным гнездом. Рядом со зданием будет разбит небольшой сквер, где высадят красные клёны и хвойные деревья и установят скамейки. Три этажа общей площадью около полутора тысяч квадратных метров. В новом здании, которое, возможно, уже в следующем году распахнет свои двери для самых маленьких жителей республики и гостей столицы, разместится одновременно музей для детей, он же музей о детстве. Одним словом, по замыслам строителей, он будет похож на гигантскую детскую площадку. Игре здесь будут способствовать педагоги и музейные специалисты. В музее детства можно будет не только посетить детские выставки, но и позаниматься в художественной студии, принять участие в театрализованном празднике или спектакле. Будут здесь и специальные занятия для родителей. Однако культурно-познавательная программа адресована в первую очередь самим маленьким посетителям. Новые выставочные площади – это весь второй этаж строящегося выставочного центра, что на перекрёстке Ленинского проспекта и улице Первомайской. Универсальный экспозиционный зал общей площадью 564 квадратных метра будет не только большим, но и, что очень важно для выставочной деятельности, светлым, благодаря высоким потолкам и окнам, которые будут располагаться буквально на каждом шагу. Кстати, это характерно архитектурному стилю всей площади Аболенского-Ноготкова. Проектировщики утверждают, выставочный центр будет универсальным зданием. На первом этаже предполагается просторный гардероб и кафе. На третьем – два универсальных многофункциональных зала общей площадью 777 квадратных метра. Бессомненным украшением этой части Южкоролы будет 35-метровый фонтан-бассейн, по своей форме напоминающий Венецианский канал. Перекинут через него и небольшой пешеходный мост, что очень удобно, на него можно будет выйти сразу из дверей торгово-административного здания, строящегося здесь же. После нескольких лет запустения на этом месте вновь кипит стройка. Комплекс зданий на берегу Кокшаги, долгое время простоявший за мороженым, обретает свои очертания. Здесь, в частности, разместятся несколько медицинских учреждений – амбулаторно-поликлинический комплекс, детская поликлиника и детская больница. Ну а рядом с ноля возводится здание, предназначенное для медицинского факультета классического университета. Несмотря на то, что Маргу – федеральный университет, новый корпус строится на средства республиканского бюджета и по решению правительства республики. Пешеходная аллея в центре вымощена брусчаткой шириной 6 метров. По обе стороны проезжая часть – это еще по 5 метров, плюс тротуары по 3. Вечером Гоголевский бульвар будут освещать 20 торшеров и 12 фонарных столбов. Скамейки и урны уже установлены, вскоре появятся и цветочные вазоны. Этот участок улицы Гоголя, где раньше автомобилистам приходилось передвигаться буквально с ювелирной точностью, чтобы не поцарапать машины, стало существенно шире, отмечают автомобилисты. Сметная стоимость работы по реконструкции составила около 20 миллионов рублей. Что касается зеленых насаждений, которые подверглись вырубке в результате расширения улицы, возраст в большей их части перевалил уже за 40 лет. Еще немного, говорят в городском комитете экологии и природопользования, и деревья на этой улице так или иначе подверглись бы санитарной чистке. Светлее стало и в квартирах жилых домов, расположенных вдоль улицы. Кстати, уже на следующий год фасады этих зданий будут отремонтированы. Такое поручение глава Морел дал городским властям. Около 900 краснолистных клёнов, большая часть из которых уже высажена вдоль Симферопольской аллеи протяженностью почти в полкилометра, во всю набирают силу. Первая очередь Воскресенского парка – 5 гектаров. Для сравнения, это 5 футбольных полей стадиона «Дружба». Здесь установлено около 200 фонарей плюс камеры видеонаблюдения. Над озеленением парка ещё предстоит поработать сотрудником Ботанического сада-института ПГТУ. Впрочем, уже сейчас Симферопольская аллея, вымощенная брусчаткой, идеальная, а главное – безопасное место для прогулок. Позднее здесь появится 25-метровая гранитная стела в честь вхождения в состав России полуострова Крым. Со временем благоустроят и дубовую рощу. Постепенно в заречную часть Ишкаралы вписываются также микрорайоны мирной и спортивной, развитие которых было бы неполным без нового транспортного сообщения и рекреационных зон. Впрочем, уже несложно догадаться, что Воскресенский парк, строительство которого, в том числе ведётся в рамках подготовки к столетию Республики Мариел, юбилей будет отмечаться в 2020-м, станет новым зелёным островком для жителей и гостей всего города. В этот праздничный день учеников Волжской школы номер 5 отпустили сроков несколько раньше. Событие, как ни крути, для них историческое. Начало строительства нового корпуса учебного заведения. В старом, построенном ещё в 30-е годы здании учиться, конечно, можно, но современные реалии требуют современной инфраструктуры. И менее чем через год на улице Интернациональной строители обещают сдать первую очередь новой школы. Пуск в первой очереди 1 сентября следующего года, то есть 15-го года, ну и 16-го года пуск второй очереди. Таким образом, вот за два года весь комплекс, так сказать, будет построен. Первыми новоселья отметят ученики начальной школы. Через год будут возведены столовая и медицинский блок. Финансирование строительства ведётся из республиканского бюджета. Сметная стоимость работ первой очереди чуть более 100 миллионов рублей. Десять разбросанных по всему посёлку неприглядных зданий – это и есть в нынешнем её состоянии Юринская центральная районная больница. Притом, самая старая из них – постройки аж 1905 года. Самая молодая, если так можно выразиться, была возведена почти 40 лет назад. Здания все разрозненные, старые, и ремонту практически не подлежат, поэтому вот назрела необходимость строительства новой больницы. Новое здание будет построено в самом центре посёлка, неподалёку от Михаила Архангельской церкви и замка Шереметьевых. По традиции, в строительстве социально важного объекта участвовал и глава республики Леонид Маркелов. Новая дорога длиной почти в 700 метров объединила и водителей, и пешеходов. Строительство второй очереди Воскресенского проспекта, как и было обещано, мостовики и дорожники завершили ко дню республики. Вторая очередь Воскресенского проспекта объявляется открытой. Под ногами и колёсами бетонная подушка и два слоя асфальта. Дорога рассчитана с нагрузкой почти 12 тонн на ось. Другим улицам, построенным ещё в советские годы, и рассчитанным в среднем на 3,5 тонны на ось, подобная мощи не снилась. С нуля проложена и ливневая канализация с системой очистки стоков и линии освещения. Предусмотрены также пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. На новый мост в створе Ленинского проспекта автомобилисты возлагают большие надежды. Он станет своего рода дублёром существующего моста. Движение по новому мосту будет осуществляться из-за речной части города в центральную, по старому – в обратную сторону. Общая длина моста составит более 120 метров. Будет две полосы движения, плюс отдельное для троллейбусов предусмотрят и тротуар для пешеходов. Общая стоимость строительно-монтажных работ – более 370 миллионов рублей. Это средства городского и республиканского бюджетов. Следующий этап – по планам городских и республиканских властей – реконструкция существующего моста по Ленинскому проспекту. Прежде чем подготовить проект, необходимо провести обследование конструкции. В будущем предусматривается также расширение проезжей части самого Ленинского проспекта и ряда смежных улиц. Долгострой на берегу Малой Кокшаги превращается в современное медицинское учреждение. Семь этажей поликлиника рассчитана в среднем на 10 тысяч юных пациентов. Здесь будет 10 педиатрических участков, а также отделение неотложной помощи и восстановительного лечения. В здании предусмотрено централизованное отопление, несколько лифтов. О предстоящем оснащении детской городской поликлиники, куда приехать на обследование смогут даже юные пациенты из районов республики, думают уже сейчас. Вы знаете, как у нас любят люди говорить, а сколько линочек разрезали в прошлом году, а сколько линочек разрезали в этом году. Мы фактически решили проблему с детскими садами. В общем случае, трехлетки у нас уже все в школах, в детских садах вернее. И очень активно в течение 2014 года реализовывали строительную программу нашу республиканскую, которая в себя включала строительство детских садов, школ. То есть в России построили 55 школ, то одна из них в республике море. И в больницах 16 папок построили. Насколько они хороши, люди убедились сами, насколько это нужно. Мы приблизились до охранения народу. Строительство домов для переселения людей, проживающих в ветхом жилье, федеральная программа с софинансированной республики. Почти 50 на 50. На следующий год будет 400 миллионов дает республика, 400 дает федерация. Я цифру могу чуть-чуть путать. Мы приблизим на такое соотношение. 2014 год был знаковым для нашей республики. Я говорю о сфере здравоохранения. В части того, что увеличение доступности и качества оказания медицинской помощи. При том, что это не является на сегодняшний день общими словами. Но при этом мы видим, какое огромное количество средств было вложено в здравоохранение. Так и со стороны Российской Федерации, так и со стороны правительства республики Мариел. Фундамент в 2014 году заложен. На следующий год у нас только развитие. В частности, я называю открытие на следующий год патологоматомического отделения республиканской больницы. Работы на котором ведутся даже в выходные дни. У нас на следующий год планируется открытие республиканской детской городской больницы на берегу Кокшаги. И глава республики выступает гарантом данных обещаний. Открытие нового радиотерапевтического корпуса онкодиспансера в истории региональной медицины. Онкологи называют исторической датой. Отныне с помощью линейного ускорителя врачи смогут вести лечение, исходя из четко заданных параметров, не задевая излучением соседние органы. Поскольку данный радиотерапевтический комплекс обладает всеми современными методиками, которые приняты на мировом уровне, то есть возможно осуществлять и учевую терапию с постоянной интенсивностью и с модулированной интенсивностью. То есть по максимуму концентрировать дозу ВЧГ поражения, по минимуму нагружая здоровые органы и ткани. Отныне точность облучения, говорят врачи, будет исчисляться миллиметрами и полностью повторять контуры нужного участка. За всем этим проследит компьютер. А специально заточенный под радиологию 16-срезовый компьютерный томограф позволит полностью исключить субъективизм в диагностике онкозаболеваний. Общая площадь нового здания более 5000 квадратных метров. Строительство радиотерапевтического корпуса с каньонами осуществлялось в рамках республиканской целевой программы «Онкология». Для этого из средств республиканского бюджета было выделено в общей сложности более 1 миллиарда рублей. Также средства республиканского и федерального бюджетов, а это почти 200 миллионов рублей, были направлены на приобретение современного медицинского оборудования. Без скальпеля добраться до очага патологии в сосудах любой удаленности в горбольнице уже само по себе не ново. Исключение, пожалуй, составляло бифуркационное стентирование. Операция, в которой так остро нуждался пациент на операционном столе и которую до сегодняшнего дня не выполняли в Ишкаролинском сосудистом центре. Стенд Аксесс, самораскрывающийся, нетеноловый, с лекарственным покрытием, был выпущен на российский рынок всего пару месяцев назад. Опробовать его на операционном столе рентгенохирурги из Мариэл. Кстати, смогли одними из первых в стране. На сегодняшний день в сосудистом центре Ишкаролы выполнены два бифуркационных стентирования коронарных артерий. Хотя операция не только сложная, но и дорогостоящая, что мешает, по крайней мере, пока поставить операцию на поток. К примеру, стенд, установленный вместо патологии сосуда, стоит не одну сотню рублей, плюс набор сопутствующих материалов и еще столько же. Для пациента же это абсолютно бесплатно. Все за счет средств фонда ОМС. Врачам регионального сосудистого центра за последние несколько лет, с момента появления здесь современного ангиографа, удалось шагнуть далеко вперед. На сегодняшний день Ишкаролинским рентгенохирургам подвластны стентирование сонных артерий, аневризм головного мозга, стентирование коронарных артерий с различными патологиями. А теперь и одни из самых сложных патологий – бифракционные поражения, с которыми еще недавно пациентов из Мэриэл направляли в федеральные центры. С открытием и вводом в строй нового корпуса клинического госпиталя в республике появился и учебно-методический класс, где медики и студенты медицинского института смогут проходить практику в необходимых для этого условиях. И уже сегодня можно говорить о том, что мы можем этот класс предоставлять студентам для того, чтобы они учились. Мы говорили о том, что в каждой больнице у нас будут классы для наших медиков, на дальнейшем факультете. Ну, не только для факультета, но еще и для училища, и для специалистов, которые переучиваются. Вот такой класс учебный будет практически в каждой больнице, который мы будем строить, чтобы студенты медицинского факультета могли приходить и обучение проходить непосредственно. Площадь нового лечебно-диагностического корпуса 6,5 тысяч квадратных метров. Это четыре этажа плюс цокольные и мансарда. Уже сегодня здесь начали принимать пациентов в эндоскопическом, реабилитационном, диагностическом, амбулаторном и других отделениях. Все они оснащены по последнему слову техники. Переезд позволил специалистам расширить площади и в старых корпусах. В этом году в МРЛ была реализована и первая часть масштабного проекта по созданию системы сельского здравоохранения. 15 современных фельдшерско-акушерских пунктов появились в Кужинерском, Парангинском, Медведевском, Волжском, Звениговском и Маркинском районах республики. В общей сложности первичная медико-санитарная помощь стала ближе тысячам людей от мала до велика, которым, случись что, порой приходилось проделывать тысячи километров до ближайшего ФАПа. Программа развития здравоохранения в МРЛ будет продолжена и в следующем году. В 2015 запланировано открыть еще 20 фельдшерско-акушерских пунктов в самых удаленных уголках республики. Строятся они будут также по типовому проекту, за основу которого взят построенный в 2013 году ФАП в деревне Сенькино Медведевского района. Построить быстро и качественно. Строители, работающие на возведении социального дома для работников бюджетной сферы по адресу Воскресенский проспект 15, справились со своей задачей на все 100. Еще нынешней весной на бывшем пуштуре были забиты сваи в основании первого подъезда. А спустя несколько месяцев вручены ключи без пяти минут новоселам. Первыми в новые квартиры въедут многодетные семьи. Квартиры в этом доме и последующих будут бесплатно получать педагоги, врачи, работники культурной сферы. Все те, кого принято называть бюджетниками. В первом подъезде трехэтажного дома шесть трехкомнатных квартир, каждая из которых площадью почти 90 квадратных метров. Всего в планах правительства республики строительство 32 подобных домов. Кстати, Морел – один из немногих регионов страны, где заведена практика бесплатной передачи жилых площадей, пользования бюджетником. Как отмечает в правительстве, таким образом можно решить проблему текучки кадров. Ведь именно сейчас при строящихся новых культурных и социальных объектах особенно важно сохранять и привлекать в республику молодых и талантливых работников. Это первый звонок в жизни 17 первоклассников села Русские Шои Куженерского района. В этом году набрали один класс. Новое здание строилось два года быстрыми темпами. Торопились не зря. Уровень рождаемости в районе с каждым годом повышается. Здесь будут учиться школьники не только из русских шой, но и еще из девяти ближайших деревень. На строительство этой школы было выделено более 121 миллиона рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Большую часть денег удалось получить благодаря целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», главная задача которой – стереть разницу между городом и районами. Пластиковые окна, современная пожарная сигнализация, новые парты, доски обычные и интерактивные. Современный компьютерный класс, пожалуй, такому позавидует любая городская школа. Вместительный спортзал уже оснащен необходимым спортинвентарем. Брусья на прочность испытал лично и глава Мариел. Все это сделано, чтобы учиться в школе было не только полезно, но и интересно. В июне этого года в деревне Сенькино Медведевского района открылся современный детский сад «Солнышко». Светлые стены, широкие коридоры, отдельные залы для занятий спортом, музыкой и рисованием. Два этажа, пять игровых комнат – типовой проект. Порог этого детского сада уже переступили 100 малышей. После Сенькинского детского сада дошкольные учреждения, как грибы после дождя, стали открываться во многих районах республики. В августе – в поселке Медведево, в сентябре – в деревне Виловатого, в октябре – в поселке Шлангер. В итоге дополнительно в этом году открыто 1400 мест для дошколят. Это результат работы долгосрочной целевой программы модернизации дошкольного образования. 267 миллионов 500 тысяч рублей – такова сумма федерального транша, полученного республикой в этом году. Республиканское софинансирование – 66 миллионов 200 тысяч рублей. По сути, это еще 445 мест для дошколят, которые будут открыты в будущем году. Сейчас идет активное строительство новых детских садов в поселке Приволжский Волжского района, в селе Шейбулак Медведевского района и в поселке Советский. Если говорить о задачах, которые вы ставили, процентов на 70 мы выполним. У нас очень амбициозные задачи. Если мы скромные задачи ставим, мы бы выполнили на 100%. Поскольку они амбициозные, выполнены, вот я приблизительно оценю на 70%. Для меня показателем того, что жить стало лучше, является то, что появилась возможность куда-то сходить с детьми либо вечером, либо в выходной день. И люди сами, смотря на правительство, стали благоустраивать территорию. И это говорит о том, что люди стали не только здоровее телом, но и мыслят правильно. Поэтому аншлаг в спортивных сооружениях в день открытых дверей был гарантирован с самого утра. С 8.00 до 9.00 вечера, а будь возможность, спорт-объекты работали бы и больше, по всей республике все желающие могли прийти в ледовые дворцы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы абсолютно бесплатно. Главное было набраться терпения и выстоять местами нехилую очередь. Ведь желающих было намного больше, чем единоразово мог принять тот или иной дворец спорта. Стало интересно, ну, покататься. Мы просто любим кататься на коньках. Отлично, здорово. Хорошо покатались бесплатно. И что, приедете? Да. Ребенка решили первый раз привезти, пока бесплатно. Смотреть, как будет себя везти. И что катается? А как вам? Нравится. Ну, вообще-то надо и другие дни ходить, заниматься. Это неплохо. Мне очень нравится. Национальный колорит делегации из Мариэл нынче решила представить не только при помощи творческих коллективов, но и кулинарных блюд. Сработало. Желающих подробнее изучить стенд Республики Мариэл на выставке Интурмаркет оказалось так много, что около него образовывались даже очереди. Своеобразной находкой стал и оживший ешкин кот, с которым каждый мог сделать фотографию. Буквально как горячие пирожки посетители выставки разбирали и туристические карты и шкралы. Еще в прошлом году так называемая Z-карта, на которой указаны все главные достопримечательности города, была выпущена тиражом в 20 тысяч экземпляров. В составе многочисленные делегации профессионалы турбизнеса из 13 регионов России. Примечательно, что многие из них в Мариэл оказались впервые. Фестиваль «Малые города России» носит в первую очередь презентационный характер к Мариэл. Мариэл все чаще присматриваются как к туристическому региону, в том числе представители крупнейших туроператоров страны. По данным Республиканского комитета по туризму, в прошлом году Мариэл посетили более 350 тысяч туристов, включая экскурсантов. Это почти на треть больше, чем годом ранее. В настоящее время в муниципальных образованиях республики реализуются 17 инвестиционных проектов в сфере туризма, финансируемых из внебюджетных источников. В этом году Мариэл впервые презентовала еще два инвестиционных проекта, предусматривающие создание туристко-рекреационных кластеров. «Царьград» – это Вишкороле и «Волгода» – это побережье Волги. В итоге было принято решение об их включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов России. Общий объем инвестиций, привлекаемых в рамках создания кластеров, составит более 4 миллиардов рублей. Спортсмены-любители и спортсмены-профи стали приходить на спортивно-дворцовую площадь «Загодя». Кто для того, чтобы размяться, другие – дабы увидеть и пообщаться с друзьями-единомышленниками. Третьи – чтобы посмотреть насыщенную развлекательную программу. Ну а ровно в полдень после официального открытия был дан старт. В 2014-м Ешкар-Ола стала федеральной центральной площадкой проведения «Кросса нации». Понятное дело, что ввиду большого количества географических поясов в столице Морел стартовали далеко не первыми. Однако именно на наших любителей бега в этот день равнялась вся страна. На днях Ешкар-Оле открылся новый фитнес-центр, чье название говорит само за себя. Спортклуб номер один закончил свою работу в тестовом режиме и официально открылся для всех желающих. Войти в число лучших фитнес-клубов страны. Для спортклуба номер один – это задача непростая, но вполне реализуемая. К такому выводу пришел именитый гость, приглашенный на церемонию открытия нового фитнес-клуба Ешкар-Олы. Ведь для того, чтобы официально запустить в действие все помещения и оборудование фитнес-центра, спортклуб номер один пригласил русского гиганта, чемпиона России и трехкратного чемпиона мира по боксу, выступавшего в супертяжелом весе Николая Валуева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лиха беда начала. Если так пойдет, пускай организаторы и дальше пробуют свои силы в этом духе. Потому что запрос на спорт реально стал велик. То есть сейчас, я уже говорил, повторяюсь, люди к спорту повернулись лицом. Мы стали интересоваться не только своим телом, но и даже приобретать некие знания вообще, из чего мы устроены и как все это работает. Впоследствии мы будем иметь только более здоровых людей, большую продолжительность жизни и в итоге здоровое поколение. На футбольной карте республики команда «Звезда» советского района появилась аж 30 лет назад. Одноименное название в поселке носит и команда юношеская, женская и мужская, 20 девушек и 45 парней. Играют в футбол уже и на всероссийских соревнованиях. Тренироваться круглый год в новом дворце спорта теперь могут не только футболисты. Физкультурно-оздоровительный комплекс в центре поселка – это три этажа площадей не только для профессиональных спортсменов, но и всех любителей здорового образа жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот спортзал в Хоке самый большой. На трибунах одновременно могут разместиться 190 зрителей. Свои спортивные таланты в поселке были всегда. В новых стенах, уверены здешние тренеры, они засияют еще больше. В Советском уже строят масштабные планы – стать одним из самых спортивных райцентров в республике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об успехах сказано. А что стало главным разочарованием 2014-го? Я бы не сказал, что я в чем-то разочаровался. Потому что трудности, которые нам судьба дарует, они ведь тоже для того, чтобы их преодолевать. И в этом тоже наша жизнь. И жизнь, она коротка, это мгибник во Вселенной. Поэтому и трудности, и победа, они все нужны. Нельзя, чтобы все время все было хорошо. Так не бывает. Но мы мобилизовали свои силы, мы посмотрели на свои возможности. И сейчас я считаю, что и экономика, и авиапромышленные комплексы, и строительные индустрии, я думаю, что они выдержат испытания. И в 2015-м году, может быть, будет сложнее, чем в 2014-м. Мы это допускаем. Но комплексы, скажем так, отрасли производства, есть промышленные комплексы, аэропромышленные комплексы, и строительные организации, они переживут. А переживут они, значит, план по сбору налогов будет выполнен, организации сохранятся, люди будут получать заработную плату. В бюджетной сфере все будет в порядке, потому что зарплата будет выплачиваться. Я считаю, что все стабилизируется. В 2014-м году мы все почувствовали, что культура, особенно национальная, важна для нашего государства, для нашей республики, для правительства. Год культуры в нашей республике не прошел незамеченным не только в Ишкарале, но и в самой маленькой деревне. И не случайно глава правительства России приехал в нашу республику именно в Год культуры. И вот оно, долгожданное республиканское событие всероссийского масштаба. В Ишкарале в так называемой российской провинции открыли первый за последние 25 лет новый театр оперы и балета. О таком многие регионы даже не мечтают. Это событие, которое в этом году уже называют главным в культурной жизни всего региона, приурочено к объявленному в России и в Мариел в частности Году культуры. Строй театр начали еще в 2006 году. Залили фундамент, заложили памятный камень и стройка закипела. Сколько здесь трудилось специалистов и подсчитать сейчас, наверное, сложно. Лучшие проектировщики, строители, как из Мариел, так и из близлежащих регионов. Теперь можно с уверенностью сказать, новый театр оперы и балета самый большой и технически сложный во всем ПФО. У нас не очень часто открываются новые театры. Это всегда событие в жизни страны. Причем большое событие. А если говорить о театрах, которые открываются в регионах, то, наверное, это довольно редкая история. Тем она приятнее. Очень здорово, что сегодня это происходит у вас, Ёж Королея, поэтому я с большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в открытии Мариинского театра оперы и балета. Свои двери распахнул новый театр кукол. Новое здание не прихоть, а скорее необходимость, хором говорят и артисты, и зрители. Старое здание, построенное еще в 1989 году, не только устарело. Для театра, который в год дает около 500 спектаклей, которые посещают более 60 тысяч детей, оно к тому же стало тесным. Мы будем использовать площадь. Мы будем делать сейчас новый проект «Три сестры», который требует очень сложного света, который у нас теперь есть. Это у нас в следующем году премьера будет, питерский режиссер будет ставить. А еще мы планируем делать такие спектакли, которые идут в Европе, в городах таких, как Москва. То есть современный театр, где инсталляция, где видео. Вот то, что у нас пока не делается в республике. Памятник святым Кириллу и Мефодию стал 15-м по счету памятником из установленных в Ешкар-Але за последние три года и продолжает традицию украшения столицы Мариел монументами, посвященными святым и подвижникам русской православной церкви. Место выбрано не случайно. Здесь, рядом с Троицкой церковью, строится музей православия, рядом с которым разместится новая площадь. Строительство кафедрального благовещенского собора, который уже стал архитектурной доминантой центральной части Ешкар-Алы, началось еще в 2007 году. Об окончании работ речь пока не ведется. Сооружений такой сложности в республике до сих пор никогда не строили. Здесь используется уникальный кран, единственный в Приволжье, способный поднять каждый из четырех восьмитонных золотых куполов на сорокаметровую высоту и установить их на нужное место с ювелирной точностью. Золотыми купола называются не в переносном, а в прямом смысле. Они покрыты тонкой пленкой сусального золота. В целом, благовещенский храм и колокольню украсят 11 куполов разного размера. Сам храм уже сейчас поражает своими масштабами. Его площадь около 1300 квадратных метров. Одновременно на богослужения сюда смогут прийти не менее полутора тысяч человек. Стоит отметить, что строительство Кафедрального благовещенского собора в Ешкарале ведется исключительно на частные средства и пожертвования верующих, как это было издревле принято на Руси. Справа распеваются артисты хора, слева гримируются артисты балета. Ровно на сутки в фойе телерадиохолдинга на Патриарше, откуда вещает телеканал «Регион-12», радиостанция «Пульсрадио», «Блиц-ФМ» и «Радио Мариел» превратился в одну большую гримерно-репетиционную. «Теперь вы можете выбросить все, что я создал ранее», признался Карл Орф, написав музыку крупнейшему в мире сборнику стихов средневековых странников Кармина Бурана. 200 лет назад этот манускрипт нашли в Баварском монастыре. В 36-м году прошлого столетия в антикварной лавке в родном Мюнхене именно эта библиографическая редкость попала в руки Карлу Орфу. Так, песни стали частью кантаты, а кантата – классикой. На одной сцене одновременно около 250 человек. Из них 100 в хоре, столько же в оркестре, чья музыка разносилась далеко за пределы площади. Кстати, этот спектакль – второй по счету на Патриаршей. В прошлом году здесь показали классический балет «Эсмеральда». В этот раз в театре решили показать современную хореографию. «Идем на Патриаршую, там опять что-то придумали». Такие разговоры в воскресенье днем нередко можно было слышать среди ежкаролинцев, совершавших воскресную прогулку проториным маршрутом. Впервые эта часть города стала центром одного из самых широких, веселых и любимых праздников – Масленицы. «Прощай, прощай, прощай, Масленица, прощай, прощай». «Масленица» на Патриаршей. Похоже, что в городе стало еще одним праздником больше. Первый блин оказался удачным, а значит, через год череда весенне-летних праздников на Патриаршей площади вновь начнется с масленичных гуляний. Что Патриаршая станет центральной площадкой празднования круглой даты 430-летия со дня образования столицы Мориэл было очевидно. От мала до велика уже с утра стекались сюда в новый центр столицы республики. И не только за новыми развлечениями и впечатлениями, а прежде всего для того, чтобы стать свидетелями исторического события вместе с агрохолдингом Акашева попасть на страницы книги рекордов Гиннеса. Готовку 2014-ти кур, нанизанных на 336 шампуров, установленных на специально сконструированном мангале, каждую минуту контролировали 80 сотрудников агрохолдинга Акашева. Самое большое число зажаренных одновременно кур-гриль это не только самая массовая дегустация, но и самая крупная благотворительная акция года. Данный купон на целую курицу, жаренную лучшими специалистами в притс-фабрике Акашевской. Все денежные средства идут на оборудование детских комнат в поликлинике. И вот он, самый ответственный момент. Все 2014 кур-гриль на весах. Все участники и гости праздника замерли. 1726 килограммов, 400 граммов. Рекорд взят. Я с удовольствием вручаю сертификат генеральному директору компании Акашева Николаю Андруновичу. Благодарю. И финальный аккорд праздника. На десерт в праздничном меню концерт группы Любе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Праздник это хорошо. А праздник из двух актов еще лучше. Патриаршая площадь, новый модный и культурный общественный центр Ешкаралы вновь в фокусе внимания городской общественности и гостей столицы Мориал. И прошедшие выходные стали ярким тому подтверждением. Третий городской фестиваль фейерверков, зарядив салютами, настроил весь город на нужный праздничный лад и определил вектор его направления. Здравствуйте, дорогие ешкаралинцы и гости столицы Мориал. Привет, патриарша! Давайте к нам сюда! Все, 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 дорогие друзья, мы начинаем! Патриаршая площадь! Возможности уникального сценического комплекса вкупе с усилиями сотрудников нашего телерадиохолдинга позволили в этот раз намного расширить аудиторию праздничной программы. Благодаря огромным экранам и шикарному звуку наблюдать за происходящим на Патриаршей можно было с Воскресенской набережной и набережной Брюге с Театрального и Воскресенского моста. В интернете на официальном сайте телеканала «Регион-12» шла прямая видеотрансляция с площади. Часовая огненная программа в небе амфитеатра нового культурного и общественного центра Ешкаралы. Зрительный зал которого Патриаршая площадь а также все прилегающие мосты и набережные. Огромная аудитория около 50 тысяч человек вживую плюс аудитория смотрящая за действием в интернете наши фото и видео трансляции. В окончании праздника награждение партнеров фестиваля без тех и без кого всего этого не было. Фестиваль полностью организованный за деньги частного бизнеса без копейки бюджетных вливаний по зрелищности и массовости стал одной из самых популярных площадок города. Уверен, что так будет и через год на четвертом фестивале фейерверков который обязательно состоится где не обойдется без новых сюрпризов. И 7 августа 2015 вновь все дороги будут вести на патриаршию. Новый год, новогодние праздники проведете в республике? Я буду встречать с детьми и позволю себе на несколько дней буквально выехать в Италию для того, чтобы просто сына просветить показать ему красоту. Правда, сейчас его трудно чем-то удивить не потому, что он часто там со мной хоть на 2-3 дня выезжал куда-то за границу, а потому, что республика настолько стала красивой. Те здания, которые сегодня видят мои дети, они ничуть не хуже тех, которые сегодня стоят например, во Флоренции а может даже и лучше как сын мой говорит они красивее и пахнут лучше. Потому, что там всегда тина значит так сказать плесень вековая может быть вот это и такая, скажем так патина историческая для меня интереснее а для молодежи они все воспринимают по-другому. В целом ощущение 2014 усталости, радость, разочарование, удовлетворение. С тем, что я ожидаю указа назначения потому, что так уж так судьба, пожалуйста то, собственно говоря я не испытываю радости я откровенно скажу да и довольно, так сказать в таком напряженной состоянии потому, что как бы я человек живой и как бы не было мое будущее мне сейчас непонятно поэтому от этого зависит и будущее многих людей многих программ которые сегодня в республике реализуются поэтому настроение оно сегодня не праздничное у меня откровенно скажем хотя хотелось бы выглядеть скажем так веселым но это жизнь наша это тоже элементы того, что происходит я желаю всем жителям республики всем моим друзьям всем моим товарищам по работе крепкого здоровья долгих лет жизни успехов и надеюсь, что те трудности которые сегодня есть перед нами мы сможем вместе превозмочь и добиться новых успехов а жизнь не стоит надо двигаться надо созидать создавать и самое важное в нашей жизни наверное то, что нам позволено что-то строить создавать создавать для людей для своей страны я думаю, что это и будет самым важным явлением 2015 года продолжение нашей деятельности созидательной а еще раз людям хочу пожелать личного благополучия и счастья семейного и успехов трудовых это самое важное сегодня и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»